Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна. Для тех, кто впервые сегодня мы с вами отправляемся тестировать очередной сетевой салон. У меня на канале есть целый плейлист с тем, как я хожу в разные салоны красоты и тестирую макияж. Поэтому, если вы любите такую тематику, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, для того, чтобы когда выйдет новое видео, вы ни в коем случае не пропустили. Сегодня я еду в салон Coco Nail Room и по названию кажется, что это салон с маникюром, но нет, у них есть абсолютно разный перечень услуг, в том числе и макияж. Больше всего меня привлекло в данном салоне красоты, во-первых, то, что находится в центре, недалеко от метро, а также меня очень сильно привлекло то, что есть большое количество негативных отзывов. И эти негативные отзывы, они непосредственно касаются сервиса. Вот, например, один из них. Была в салоне на Подоле, предварительно через сайт записалась на дневной сайт укладка макияж. Непонятно, каким образом получилось, что мне накрутили все волосы, хотя я просила только кончики и потребовали оплату в 800-65 гривен, хотя цена сета была 650 максимум. Скидка в размере 15%, которую можно было получить при регистрации на сайте, мне не предложили. Когда начала выяснять, почему так, оказалось, что на сайте цены старые, скидку забыли. Полное вранье, пока меня обслуживали, девушку по такой же схеме обманули на маникюре. В этот салон больше ногой. В салоне действует такая система, что они предлагают скидку 15% на первое посещение, и я, в принципе, планировала записаться по этой скидке. Когда я позвонила непосредственно в сам салон, попросила меня записать, мне объяснили, что скидка только при самостоятельной записи через непосредственно сам сайт, что я потом и сделаю. Сегодня будет интересно, посчитают мне скидку, либо нет. Впервые пишу негативных отзывов. Делала маникюр, спешила, не хотела особо спорить на месте. Сделала ужасно кутикулу с мальцией, не ухожена под лаком какие-то ворсинки. Вот так и не досушили. Маникюр стоит почти 800 гривен. Дальше. Маникюр больше недели назад делала. И педикюр. Не спросили, делать какую форму ногтей и сделать ту, которую не ношу. После педикюра до сих пор не зажили ранки на большом пальце. Мастер очень резко и неосторожно делал педикюр. Советовать не буду, потому что мастера попадаются рендомно. Иногда хорошие, но чаще не очень. Дальше. Салон отвратительный. Мастера без опыта, у которых руки держат, делала маникюр в среду перед отдыхом. К субботе уже начали отходить края лака. Не продержался фактически 3 дня. Фото предлагаю. Обычный педикюр при распокрытии около 500 гривен. За эти деньги хочешь получить сервис. А в итоге тебе предлагают кофе, тоже отвратительный, который на выходе оказывается платный. Так что, девочки, сегодня я чувствую, меня ждут подводные камни. Самое интересное в этой истории, что я впервые в салоне. Я знаю, что это не редкость, но впервые сегодня у меня будет красить мальчик. Давайте отправляться на макияж. Ну что, ребят, я уже возле салона. И совсем скоро уже буду заходить в него. Вот сам салон находится на метро Контрактовая площадь. И, ну, буквально минута или две от метро очень, конечно, удобное, удачное место расположения. Ну что, я уже здесь. Посмотрите, какой у них туалет красивый. Такое сердечко. В общем, сейчас идем уже макияж делать. Что тут такое, если у вас есть синий? Давайте посмотрим. Я могу вам предложить сделать этот синий, вот кем как дуохромом. Давайте, да, я согласна. Смотрится ли он так, как вы хотели бы? Ага, ой, красивый очень. Да, давайте. Да? Хорошо, да, давайте. Хорошо, я посмотрю, у вас тоже тональный крем. Да, да, если можно. Я просто с утра сам его накрасиваю. Единственное, что я хотела попросить, брови более прямые. Ну, вот как сейчас, да, да. У меня просто форма такая изокнутая. А хотелось бы более... Баруси рисовать более кипятки. Да, да. Он часто ходит с макияжистом? Да. Просто у нас очень часто кто-нибудь бегал. Именно очищением? Нет, у макияжиста нет. А, ну так, когда есть куда повод выйти, то да, пользуюсь. Хорошо. Так, я нарисовала с утра, чтобы доехать. А вы не выходите в мерзиватель? Ну, обычно просто на работу брови и тональник, и ресницы, и все. А так, что-то сложнее, я не могу себе нарисовать. Ну, только для этого же есть что-то за жесткое. Ну, да, да. Я поэтому когда-то пробовала нарисовать что-то себе посложнее, но это грязь какая-то вышла. Ну, да, тут надо быть поаккуратнее. У вас есть прибыльный комфорт сейчас? Нет, нет, все отлично. Все хорошо. Все хорошо? Да. Все отлично. Они делали очень жестко, по нижней стороне. Не-не, вы очень мягко стараетесь делать, это хорошо. Отъехать, да? Да, мы хотим дальше. Давайте я встану, может быть, чтобы... И подальше, да? И подальше, да? Площадь подбегает? Извините, не стыд. Такой бутерблендер приятный. У меня просто нет, я только про него слышала. А сейчас впервые? Да. Я никогда до этого не красила бутерблендер. Визажисты часто не любят бутерблендеры по этой причине, что с ними очень... Там больно, что их дезинфицируется, укротно они очень сильно впитывают запахи, и с этим очень сложно бороться. Ну да. Что-то не пахло потом. Ну да, с ними этими спиртами. Ну да, не пахнет. Слава. Нет, полегче. Да можно поплотнее, на ваш взгляд, в принципе. Угу. Хорошо. А, ресничками квадры тоже? Нет, нет. Можно просто накрасить. Да, да. Я думаю, что будет слишком. Угу. А их, ну а они многоразовые или... А ресницы, если ленточные, то если с ними быть крайне аккуратными, то можно проносить там раза два-три, некоторые даже четыре умудряются взять. Но если это почтовые, вот как, например, у нас... А, я поняла. Ну то понятно, да. Второй раз мыть их, то, наверное, тяжело будет. Запрыхните голову немножко вверх. У вас ведь вверх будет... Ну, там шею можете сильно не это, потому что вверх закрытый будет. А, все? А, все, да. Извините. Ничего, ничего. Я вас не предупредил. Ой, я испугалась. Я просто уже засыпаю. Ничего, ничего. Вы не виноваты. Ну, все, хорошо, не переживайте. А, делать матовый финиш или делать более глянцевый? Нужно глянцевый. Угу. Хорошо. Это хайлайтер? А, от румяна. А, румяна. Прям персиковые, но они, когда растутся, они бы тоже решили не переживать. Не-не, я не переживаю. Я яркости не боюсь. А, ну хорошо, тогда немножко с вами будет. А вам хайлайтер делать на какую-то прям сильную или послабее? Да, можете посильнее делать. Хорошо. Если это будет хорошо смотреться, то почему нет? А румяна надо сюда, да, нанесить? Я просто сюда ниже нанесила. А, румяна можно нанесить сюда, сюда, сюда. Ага, я поняла. Все зависит от того, как вы раньше рисовали. Ага, ага. Я поняла. Сейчас рисовали скулы. Угу. Поверху, ага. Я поняла. Поверху, ага. Подпишись на канал. Поп trave. Поверху, ага. Поверху, ага. Поп cheese. Паутина. Поп bronze. Поп мутина. Поп puisque... Угу. Поп. Ну, сейчас я, в смысле, держу тебе голову? Не-не, ничего, держите. Как-то вам удобно. Немножко перейти у меня из профи, я ее переделаю сейчас. Или так будет нормально? Вроде нормально. Вроде да. Главное, что она прямая, для меня это самое главное. Хорошо, потому что верну ее на нос потом. Горать с собой не рисовали, как бы, ну, по... Очень выгнутые. Да. А сейчас, ну, как бы, насколько я понимаю, сейчас уже не так часто такие рисуют. Сейчас в основном все больше, ну, прямые просят, поэтому... Ну, на самом деле, обычно... Из окна ты? А? Из окна ты обычно просят? Нет, обычно они принципиально, главное, повторяли форму бровей. А, своих, да? Угу. Ну, я просто начал красить ровно в тот период, когда вот были вот модные инстаграм-брови, вот эти инстаграм-брови, вот эти инстаграм-брови, вот это, у меня, что у меня в форме бровей, как-то мне это легко одевается. А для тех, которые учились, когда такие были последневные макияжи, то вот у них, да, вот такая трешка. Да, и я вот несколько раз, вот, ну, бывало, объясняла мастерам, что вот, ну, как бы ровное, но все равно мне вот этот вот такой изгиб делали. Поэтому у всех, как бы, это тоже понятие разное, слово ровное. Ну, что, понятие ровности разное. Смотрите, хорошо, она не изогнутая получилась. А? Смотрите, а она не получилась изогнутая? Ну, мне вот это очень нравится. Хорошо, что это все? Мне кажется, да, немножко воля такая, злобненькая. Мне кажется, понял, почему больше там вестировали проблемы. У вас косточка здесь, точнее, выступающая, и там линию проистирования сложно достаточно. Я понимаю. Ну, вполне реально. Да, я себя тоже, когда рисую дома, то пока, ну, научилась плюс-минус рисовать. Да, вот именно ровное, очень тяжело. Вот именно на других, вот я даже подружку пару раскрасила, ну, нормально. Ей я легко делаю. А себе, да, из-за вот этих костей все-таки на чем-нибудь. Нет, это не плохо, просто как-то надо общиться. Посмотрите, вот так. Да. Внутренний, он тоже притемнен. Вам его тоже притемнен? Или лучше тут осветлить, сделать переход в синюю, от синего в темную? Не знаю, ну, сделайте как-то, как-то вот все будет. Я думаю, вам лучше будет тут осветить, сделать переход в синий, и дальше в коричневый инвестиционный. Ага, давайте, да. Видите, что, так долго просто? Не-не-не. Все нормально. Посмотри, тут дышевка недалеко ушла? Нет, отлично. Хорошо. А, это тени. Это подводка. Красивая. Нет, давайте первые мне. Хорошо, что у вас профессиональная косметика, а то разное бывало. Ну, нет, то есть, у меня однажды, ну, я тогда еще не знала, это давно было. Сейчас впереди, можно вот такое вот сделать. Да, да, давайте. Меня красили палеткой с Алиэкспресс. Я просто знаю, потому что я подружка такой, филокады. А вот такие палетки, да? Ну, какие-то большие такие, да. Вот такие, да? Вот, да, да, типа такого. Ну, это страшно законно. Палетками тоже можно красить. Ну, да, учиться там, я это понимаю, все, что, как бы, понятное дело, не на дорогой косметикой, но учиться. Да, мы стараемся, на обычной какой-то. Но это было неожиданно, потому что я ей, ну, у меня подружка, когда-то хотела такую же палетку, я ей, что за 150 гривен, ну, просто в интернете заказала. Такой, там, типа, 150 цветов таких попугайских. В то время, когда работал, когда еще не было возможности какие-то палетки, да, выполнил такой, но на самом деле сложный макияж можно выполнить с такой палеткой. Ну, да, да. Это, ух, как сложно. Они все одинаковые, эти тени, они как полупризрачные, наверное, да? Да, да. Есть тоже такие производители, на которые тоже очень сильно сыпятся тени. Вот, например, вот тоже у нас сосед, которые сейчас, на другую, у них очень сильно сыпятся, именно их очень сложно наносить. Хотя дорогие палетки, да. Угу. Что такое? Щекотно. Глазы. Извините. Не, не, все нормально. Ага, извините, это было сложно. Так уж, только не открывать глаз. Угу. Мне часто подвеска, она может сходить, так, чтобы она не отпечатала, чтобы не схватилась, потому что ее очень сложно было тереть. Да. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Да, хорошо, спасибо большое. Извините, что вы долго не делаете? Не, ничего. Спасибо. Спасибо. Это у меня такой тяжелый макияж. Ничего, спасибо. Спасибо. В общем, я уже дома. И мы сейчас с Фредом будем подводить итоги моего похода в салон красоты. Прежде всего, мне хотелось бы сказать пару слов по поводу мастера. Я в полном вообще восторге, потому что мастер был просто мега-мега внимателен к мелочам. Он был внимателен с самого начала, да, он показал мне различные варианты оттенков синего. Их было, ну, достаточно много, около четырех или пяти вариантов он мне показал. И на каждом этапе он со мной советовался. То есть, достаточно ли темные брови, достаточно ли, допустим, ровные брови, да, потому что я изначально его попросила сделать мне максимально ровные брови, то есть, не делать мне дугу, как мне это обычно делали, знаете, в обычных салонах, а сделать брови максимально-максимально ровными. Также мне очень сильно понравилось, что он со мной советовался по поводу выбора даже вот темных теней, да, вот коричневых, то есть, хочу ли я сильно темные, либо можно немножечко понатуральные. И это, конечно же, очень-очень большой плюс. Мастером был парень по имени Андрей, как человек и как мастер именно, да, в процессе работы он мне очень-очень понравился. И мне было оказано достаточно большое количество внимания. И мне понравилось, что абсолютно все мои пожелания по оттенку, по бровям, да, мастеру чел. По поводу тона лица хотелось бы отдельно сказать, что тон вообще просто идеально подходит. Я делала видеосъемку и фотосъемку в дневном освещении при солнечном и при, ну, таком вот, да, освещении в тени. И, как бы, тон, да, вот действительно подобран идеально, просто слился с моей кожи. Также мне проработали зону шеи, и это мне очень сильно понравилось. Мастер безумно-безумно вежливый. И, вы знаете, ну, как бы видно было, что человек очень-очень старался, что он у меня очень много нюансов, да, переспрашивал, уточнял, как лучше. И на каждом этапе, который мы заканчивали, допустим, брови, либо, допустим, только глаза, да, он, ну, постоянно переспрашивал, так ли мне всегда ли он так работает, либо нет. Но мне было реально очень и очень приятно, что человек ко мне отнесся с должным вниманием. Макияж непосредственно делался где-то час 30, час 40, вот где-то так. Да, немножко дольше, конечно же, вышло, чем я планировалась национально, но поскольку я не спешила, да, у меня был достаточно сложный макияж, я это прекрасно понимаю, то, конечно же, я не имею ничего против, да, такой задержки. По поводу гигиены, да, то мне понравилось, что блеск для губ не наносился непосредственно, ну, не с тюбика, да, с общего, а только кисточкой. Единственное, что тушь я не видела одноразовых расходников, и мне, как бы, красили из обычной туши, но недавно я смотрела трансляцию Наталины, вот, и она говорила, что, в принципе, это, ну, один из вариантов нормы, да, что, в принципе, могут тушью красить без специальной даже щёточки, да, якобы там это всё как-то убиваются, все эти бактерии, микробы. Не знаю, насколько это так, но я достаточно часто вижу, что красит из общего тюбика, напишите вообще, как вы к этому относитесь. Мастером я довольна на все 100%, мне очень сильно понравилось то, что мастер был достаточно открытым, отзывчивым, мы с ним поговорили на тему косметики, да, на тему моего макияжа, и на все мои какие-то вопросы, либо предложенные темы мастер с радостью поддерживал беседу. В этом плане это огромный-огромный плюс, и вот, знаете, иногда так бывает, что вроде с мастером всё хорошо, то есть он выполнил хорошую работу, но не хочется больше возвращаться. В данном случае мне реально, вот, ну, действительно захотелось прийти к этому мастеру в следующий раз, да, допустим, когда мне понадобятся услуги профессионального визажиста, именно потому, что человек был очень приятный, также был очень приятный сей. Теперь по поводу оплаты. Когда я подошла уже на кассу, да, для того, чтобы рассчитаться, администратор мне улыбается и говорит, 499 гривен, да, а на сайте у них написано, что на первое посещение скидка. Я говорю, вы знаете, я записывалась через сайт, она такая, ну да, через сайт, и, я говорю, и это первое посещение, у вас там написано, что скидка должна быть. Вот, в общем, она сидела пару минут, что-то там клацала, не знаю, вычисляла, может быть, размер моей скидки, и в итоге я заплатила 424 гривны за этот макияж. А сейчас прошло 3 часа с момента того, как мне макияж закончили. Вот так он выглядит. Брови мне рисовались непосредственно не тенями, да, не специальными тенями для бровей, а брови мне рисовались тенями для глаз. Я это видела, что, ну, на мой взгляд, да, тот кусочек, который я видела, что брови, мне кажется, немножечко расплылись, но, в принципе, я пару раз трогала лицо. Брови, мне кажется, не совсем уже чёткие, но издалека это достаточно хорошо смотрится. Мне понравилось, что мастер учёл, что я попросила ровные, да, брови сделать, что ровную форму, и что нет никаких, в общем, изогнутых бровей. Добавлю до самих оттенков, мне они, в принципе, понравились, да, мне понравилось, что это такой неоново-синий цвет получился. Мне использовали подложку под тени, сверху уже непосредственно сам пигмент. Единственное, что из таких нюансов, мне кажется, что немножечко всё-таки в складочку века здесь уже, вот видите, позабивался пигмент. Это, кстати, только на этом глазу, потому что на этом глазу всё смотрится намного лучше. Я впервые пробую такой макияж, да, именно такого формата на себе, и для меня это немножечко непривычно. Напишите, как вам понравился макияж или нет в комментариях. Всем спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok